Доктор Доктор, я лучше знаю, что вам нужно делать Давайте определяйтесь Хорошо, дорогой, я сделаю, как ты мне сказал Только не нервничай Раздевается полностью, стоит абсолютно голый Доктор Я вас слушаю Я угольщик, уголь привез Куда разгружать? Спасибо большое Следующий анекдот на украинскую тему Представьте себе Соросинский ярмарок Украинец поехал туда Продал последнюю лошадь Купил бутылку шампанского Абрау Дюрсо Спрятал в потолной карман галифе Пришел домой, хохон настоящий Выпью сам никому не дам Спрятал ее в крышу соломенную Уложил детей спать В пол восьмого не терпится выпить Лег с женой, глазами шлепает Ждет пока все уснут Через полчаса ему кажется, что все уже уснули Перекидывает ногу через жену Она понимает это по-своему Она думает, что он пристает Текст такой Ты говори полист, ты Казанова кривоногий То не допросящий, что по полгода лежит как памятник А тут приспичивает Легай давай успокойся, еще маленький не спит Ну он успокоился, лег Через полчаса опять перекидывает ногу Он опять улегся, через полчаса еще раз перекидывает ногу Все спят, как ему кажется Он выходит во двор Ночь украинская, звезды, сверчки поют Достает бутылку, она там настоялась Было очень жарко Сорвал фольгу Откручивает, опыта же нет Он откручивает под давлением газа Бабах, вылетает пробка Эхо на весь двор А самой маленькой маме в хате говорит Вот эту маму, если бы вы не выпендривались Батьку бы не застрелиться Дело в том, что мы живем в богатейшей стране Вы посмотрите, у нас всякие там моря, океаны, реки Полная рыба У нас леса У нас недра всякие А живем мы как-то не в соответствии с этими богатствами Правильно? Вот в какую страну не приезжаешь Везде живут лучше, чем мы Вот хоть в Монголию Монголы довольны, хорошо живем С Америкой торгуем Мы им лошадей по железной дороге А не на Майкл Джексона по телевизору Я уже не говорю о других высокоразвитых странах Вот посмотрите, в Еву приезжаешь, да? Люди ходят какие-то спокойные Какие-то такие благополучные На улице никакого мордобоя Полиции нигде не видно А кругом порядок У нас на улице милиции полно На улицу выйти страшно И ничего удивительного Знаете, анекдот есть такой народный Девочка нашла песочнице пистолета И говорит Дядька милиционер, это не ваш пистолет? Он говорит Что ты, девочка? Я свой еще в прошлом году потерял Что ж такое? Посмотрите, вот в Японии Ни одного полезного ископаемого Кроме самураев Весь мир заполнили своими машинами и компьютерами, да? У нас вся таблица Менделеева Ничего кроме этой таблицы никуда продать не можем Так хорошо делаем Один японец, даже уезжая из нашей страны, сказал А зато дети у вас замечательные Дети у вас прекрасные А все остальное, что вы руками делаете, у вас не получается Но давайте подумаем Почему же не получается-то? Что это дело? Может мы такие бездарные, а? Да нет ведь вроде Вроде же мы столько в науке и в технике пооткрывали Что весь мир до сих пор закрыть не может Весь мир читает Достоевского и Толстого Весь мир слушает Чайковского и Рахманинова И это еще они не видели нашего дитя порока Борю Моисеева Так в чем же дело? Давайте посмотрим, чем мы от них отличаемся Давайте возьмем вот японцы Вот японцы говорят, жутко трудолюбивые Японский рабочий пришел в понедельник с утра на работу Сразу начинает работать Наш рабочий не сразу А только во вторник И хорошо, потому что он за понедельник так бы наработал Всю неделю переделывать бы пришлось Возьмем теперь, смотрите, давайте возьмем немцев Немцы, они только работящие, они еще точные Вот немец сказал завтра в три Можете быть уверены, что завтра в три он будет точно на значенном месте Наш сказал завтра в три Но забыл год уточнить Поэтому завтра в три его можно встретить в любом месте, кроме того, где договорились Американцы, они те и работящие, они точные и они бережливые Американец заработал и в дело Еще заработал и еще в дело Наш новый русский хаптун куш, а потом по известному маршруту Мерседес, кортедж, армане, пальба, гульба и шиш в кармане Но еще чем мы от них отличаемся? Тем, как мы пьем Это особая история Вот немец, вот немцы как пьют Вот немец залил брюхо пивом и сидит довольный, яволь-яволь И домой шпацирован, правильно? Американец налил 50 грамм виски Разбавил стаканом содовой И сидит весь вечер, потягивает Это он выпивает А если уж захотел напиться в дупель Хватанул 100 грамм рома Поорал и можно выносить Китаец выпил чашечку рисовой водки И сидит весь вечер хохочет И как был до выпивки косым Так таким и остался Наш человек как засосал литруху Как рукавом занюхал И на неделю в запой И орет как немец, и ржет как американец На утро глаза такие, что китайцу рядом делать нечего Во всем мире люди пьют по разным причинам Кто для возбуждения, кто для настроения, кто для аппетита Наши люди пьют только по двум причинам Либо с горя, либо на радостях Я видел одного человека, который с горя выпил столько Что ему стало плохо Тогда он на радостях выпил еще больше Слушайте, мы если пьем, то в укатулку Если свадьба, то так напьемся Что утром просыпаемся Невеста со свидетелями в водой посели Чеще женихом в другой Если поминки, то так помянем Еще троих похороним и снова помянем Ну и конечно воруют Все, от мала до велика Берут все, что плохо лежит и несут домой, чтобы лежало хорошо У нас не воруют, может, человек 300 Да и то потому, что они уже сидят Там в Америке, говорят, изобрели какой-то сейф Который болтами приворачивается к стене И ни одной отмычкой его открыть нельзя Да кто у нас здесь отмычкой открывать-то будет Сопрут вместе со стеной от дома Деньги выгребут А этот сейф еще в металлолом сдадут Мы ведь за последние годы Столько вынесли из этой страны Из банка, с фабрик, с завод, фирм, полей, огородов Ведь это про нас, сказал поэт Вынесут все И широкую ясную грудью дорогу проложат себе Жаль только жить в эту пору прекрасную Будут мавроди и вечный ББ Ой, я вам скажу Ой, я вам скажу Я кислые рожи видеть не могу Вот я как рожу кислую вижу Так я обязательно в нее Что-нибудь пошучу Особенно люблю разыгрывать Слушай, меня хлебом не корми Дай кому-нибудь подлянку устроить У меня знаешь какая-то шутка любимая Значит на остановке троллейбуса Оттягиваю вот эти штанги Выберу кого-нибудь по интеллигенте мужика И говорю, подержи, пока я троллейбус починю Он, конечно, держит А водила жмет на рычаги А троллейбус-то не идет Водила выскакивает Видит этого интеллигента, который держит Бьет его по физиономии Штанги назад на провода становятся И троллейбус в горочке поехал А водила бежит за ним, орет Что-то этим пассажирам внутри Умирают Сосимко, женщина, говорит Ой, мужчины, перестаньте нас смешить А то мы сейчас все здесь Он говорит, я не знаю, что с вами будет Когда вы узнаете, что я водитель этого троллейбуса А тут сеструха моя Замуж вышла за придурка Ну, чистый придурок Доцент института Ну, она выходит, решила замуж За него выйти Я вообще не знаю Он, да какой придурок Просто дурак Я вообще не могу понять, как он своим студентам Вообще науку объясняет Вот я ему говорю Вот скажи, пожалуйста Вот конфеточка такая есть Подушечка называется Вот скажи, пожалуйста Как туда внутрь повидло попадает? Если дырочки ни одной нету Слушай, он две ночи не спал Потом три дня за мной ходил Спрашивал Как туда внутрь повидло попадает? Ну, я ему сказал Берут варенье Он мне постель им лягушку подложил Сеструха утром встала Пошла в магазин Это просыпается А у него на подушке Лягух сидит И глаза на него таращит Он как зарет Караул грабят А кто его грабил-то? Ну, я, конечно, влетел Говорю, что ж ты с моей сеструхой-то сделал? Он говорит, честное слово Я вчера так напился Я ее пальцем не трогал Я говорю, ну тут здесь не пальцем Здесь серьезнее дело Он говорит, слушай, а что теперь делать? Я говорю, поцеловать ее Она снова сеструхой станет Этот придурок нос зажал Глаза закрыл И давайте ломкать эту лягушку А тут сеструха возвращается Говорит, ты посмотри, за кого ты замуж вышла Он же зоофил Слушай, он меня чуть не убил Он с кирпичом за мной два часа гонялся И навел меня на мысль Я ему в ванной вот эту вот мочалку его Паралоновую красную Кирпичом заменил Жена ему как тиранула до самого копчика Это я уж по крику его узнал В следующий раз он орал Когда я ему в пиво шампунь налил Он сначала пил, хвалил Говорит, свежее пиво какое Посмотри, как пенница А уж как пиво у него из всех дырок пошло Он орал, успокойте меня Успокойте Я его успокоил Я его так успокоил Я его так затормозил Слушай, я ему вообще бутылки из-под коньяка Тормозную жидкость залил Он, конечно, хватанул Ох, он затормозился Он лекцию студентам Вместо двух часов трое суток читал А тут лето приходит Сижу на лавочке, думаю, что бы еще придумать И посмотришь, мечишка Детский лежит, резиновый Я мечишку-то разрезал Кирпичик туда вложил И на дорожку А тут этот придурок из института возвращается И нет, чтобы мимо пройти И нет, чтобы слегка так подбить-то, да Со всего размаху Врезал так Ох, он орал И он орал И главное, тот мужик, который он мечом в голову попал Он, конечно, оглядывался, стал искать меня Я уже под лавкой со смеху помирал Но они вдвоем меня и под лавкой нашли А встретились мы уже втроем в больнице Но я ему здесь покоя не дам Я сейчас в туалете к унитазу Через трансформатор два электрода подвел Сижу, когда он туда зайдет И эту цепь замкнет сам с собой Ой, 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 у меня отход Седьмая кабина Алё Алё Чита Вторая кабина Говорите громче, да ничего не слышно Алё Закрой бутку, дегон Я говорю, закрой бутку Алё Я не тебе Алё 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 Алё, милый, милый, это ты Алё Я, я, любимый, это ты? Да я, я Чё-то голос у тебя изменился Ты не заболела? Это, наверное, волнение Милый, у меня для тебя такой сюрприз Но сначала Сначала я хочу в тысячный раз повторить, что ты Идиот Как? Ты понял меня? Повторяю Идиот Но это ещё не всё Ещё Детимый придурок Милый, признайся Ты же давно хотел это услышать Честно говоря, не знаю, что тебе и сказать Да ты никогда двух слов связать не мог Дебил Свинья Ну, спасибо, родная Рано благодаришь, ведь главного я тебе ещё не сказала Может, не надо? Надо, любимый, надо Главное, это то, что нас уже трое Ты, я И сосед-алкоголик Я так соскучилась Ведь ты дома не был уже 64 года Это не шутка Да закрой рот Я говорю, закрой рот Ты лучше скажи, где ты шлялся всё это время Кобель Кобель? Да, да, мальчик Мальчик, мальчик У нас мальчик родился Хочешь, я тебе его опишу Это, это настоящий богатырь Копия ты Морда синюшная Ноги волосатые и кривые Мешки под глазами Пузо по земле волочится Не же ростом Только губен Я же говорю, копия ты Мы с мамой, ему же Зубы вставили Наконец-то Тут в интернете адрес, да www.zubov.net Такой сервис Только в кресло сядешь Тебе говорят Будешь орать, убью Такая докторша душевная попалась На прощание даже сказала Закрой рот и вали отсюда Да, а так все хорошо Только сосед алкаж достает Имя у него еще чудное Какое имя? Слушай, я как раз тебе хотела сказать Как я решила назвать нашего малыша Я решила назвать его Отморозок Как? Повторяю Отморозок В честь тебя, тебе нравится? Ну, имя своеобразное Отморозок Игоревич Звучит И самое главное Характер у него Точь-точь твой Бабник Каких поискать А что, это Уже как-то проявляется? Конечно Как только девку посимпатичней видит Прямо мурашки по коже Слушай, не знаю, что делать Его от груди не оторвать Бальчик разве не по годам Весь в папку? Это еще что Как налижется, так песни орать начинает Ну, уже по стенке стучали и по батарее А он что? Да только матом кроет Да откуда он слова-то такие знает? Хотя... Я же говорю Копия Папа Слушай, ты знаешь, каким было его первое слово? Не надо Нет, милый, другое Его первое слово было Козел И это он о тебе Ты счастлив? Я трону А это, между прочим, сразу чувствуется У тебя, кстати, давление не скачет? Ну, бывает К ночи иногда Разочек Да меня не интересует твоя интимная жизнь Ой, ты помнишь, как ты со мной поступил? Я тебе напомню, мы встретились Когда Гагарина в космос запускали, помнишь? Да я тогда еще не родился Что? Не родился Да родился, родился уже Господи, не может поверить Слушай, домой приедешь, ты сам его увидишь и рот раскроешь А мы тебе челюстную купили, не забыли Да, чуть не забыла Привези нашему малышу Слуховой аппарат И девку посимпатичнее Ну все, надо заканчивать Как приедешь? Под руку мне, не попадайся Не звони мне Кобель, бабник, ненавижу Я сама тебе позвоню Ну все, милый, целую Как обычно, под лопаткой в мягкое место Ну, счастливо, до скорой Помощи Отъезжаю Ждите Сергей Дроватенко Елена Воробей Светлана Рожкова Игорь Моменко Десяти минут Как вы здесь А куда торопиться-то? Куда вы денетесь? Отсюда еще никто не выходил Живые вы Шутница Шутница Вы знаете, мне понравилось ваше кафе Я так иду, смотрю Вы знаете, зашел, никого нет А в других кафе Там народу-то полно Ваш человек На человеке все полно народ А мы, спортсмены, знаешь После спортивных Состязаний Мы ж Мы ж Бабслисты, да? Знаете, что такое бабсли? Не знаю Когда баб сливают Ну вот Мы, знаете, любим в одиночестве Одохнуть, покушать Ну Хорошо у вас здесь только Запашок, что-то так Что такое? Что случилось? Пахнет Запашок Небольшой такой, но небольшой Рыбку завезли свежую Ага И название у кафе какое-то странное Кафе-фе Нормальное название Вот раньше было Столовая фу Сейчас нормально так романтично Кафе-фе Подойдите поближе Я хочу пообщаться с вами по поводу ассортимента Понимаете? Мне хотелось бы Почитать меню А шо здесь Избачитально шо ли? Я хотел бы что-нибудь перекусить Понимаете? Ну так Перекусите Салфетку А вы Чутница Ничего себе Шо это вы сразу к десерту Проступили, а? Шо первого Второго не просили Сразу хоть За десерт Ага Ну скажите Шо у вас Есть Что у вас Например Шо у вас есть холодненькое? Да у нас все холодненькое Супчик, котлетки, картошечка А горяченькое? Горяченькое у нас соки Газ, вода Ну вы сами уйдете или вам меню почитать? Не, ну я хотел выяснить Можно мне хотя бы кофе? Ну да я знаю Можно вам кофе или нельзя? Я шо доктор шо ли? Ну ладно Ну тогда меню почитайте шо ли Я говорю Шо время зря терять Значит меню у нас сегодня На аперитивчики Коктейли фирменные Уноси готовенького Хорошая вещь, сильная Многих уносили Сливки недельные Как для себя сливаем, понимаете? Я чувствую запах такой, понимаешь? Это ледовая помоющая тоже хорошая вещь Неделя две потом на больничном лежать будете Значит так Из рыбного Крабовые палочки Нерезанные Метр двадцать на два сорок Самовывоз из подвала Да шо вы потеете Не волнуйтесь При изготовлении ни один краб не пострадал Так а я просто, что у вас тут еще и запах? Да я объясняю Спецпредложение от шеф-повара Русалочка в собственном соку Никого Что тут непонятного? Русалочка Не понял Светлана Степановна Пятьдесят седьмого года рождения Пять раз не замужем С хорошим десертом Простите, я не смотрю Это я Я смотрю, продукт не первой свежести Знаете, судя по вам Вы тоже знаете Даже не второй Балованный какой А мы себя никому не предлагаем Ишь ты какой балованный Шо никто не отказывался А он уже лишь Носом крутит Может вам че посоветовать? Посоветуйте, а то я уже у вас засиделся Уже, я не знаю Предложите мне что-нибудь В конце концов Я понял так, что тот список Оно как бы все взаимосвязано Спасибо большое А я сижу дурак, время теряю Ну если честно, спасибо большое Большое вам спасибо А платить что будет? А за что интересно спросить? За то, что живым уходите Ишь ты какой балованный Возьмите все, что есть У меня не загуляешь? Что-то есть у вас немного Я говорю Ишь какой балованный А по шорту Ходят туда всякие Я просто умирал от смеха Потому что, ну это копия я Копия Каких-то 15 лет тому назад Сейчас будет страшная фраза Я водил танк Вы зря смеетесь Вы же не видели Как было на самом деле Я предупреждал в военкомате Не надо Одумайтесь пока не поздно Посмотрите на меня Где я и где танк Они не поверили Моя совесть чиста Пусть теперь восстанавливают Те три деревни На Дальнем Востоке Служба проходила в небольшом городке Неподалеку от китайской границы Он называется Бикин Потом друзья спрашивали Так ты где служил? Я говорю В бикине Они мы не спрашиваем В чем? И как только я попал в эту часть Мне сразу на глаза попался плакат Который стоял при въезде Я о нем рассказывал Везде где только можно Но это незабываемое зрелище Вроде серьезный плакат К 9 мая нарисован Но вообще понимай как хочешь На огромном полотне Изображена молодая мать С младенца на руках Сверху надпись Спасибо тебе солдат Наш прапорщик Копия Юрка Гальцев Просто ходячая кладезь афоризмов Причем говорил он совершенно серьезно Первая фраза Которую я от него услышал Вы вдумайтесь Друзья мои Оцените Товарищ солдат Не болтайте ерундуй А этот победный клич Перед ночным отбоем Товарищи солдаты В постель Только через меня Дневальные спят С дежурными По очереди В армии Почему-то все кажется Ярче Крупнее Чем на гражданке В армии Каждая муха Это слон Я не забуду Как однажды У нас в части Бойцы стройбата Чинили крышу Ну казалось бы Скажете вы Самое заурядное дело Золотать крышу Дело было в армии Поэтому Это была драма В трех частях Часть первая Скажите друзья мои С чего у нас в России Начинаются все великие дела Вот Голос истинного россиянина Конечно с перекура Перекурили Представили Ксению здание Здоровенную лестницу Это ж какой труд Перекур Залезли на крышу Это ж какой нервный стресс Перекур Смотрят сверху Лейтенант бежит из штаба В мгновение ока Сломали и оторвали Все что только можно там Сломать и оторвать Подбегает бледный лейтенант У него слов нет У него только отдельные звуки Вылетают Из всех свободных отверстий Оказывается Не на ту крышу залезли Перекур Нашли нужную крышу Залезли наверх Пусть небольшая высота Казарма двухэтажная Как положено по инструкции Привязали себя веревками к трубе Чтобы не упасть Ну согласитесь Если бы так никто и не упал Было бы скучно жить Поэтому спустя какое-то время Один из бойцов Как сейчас помню Звали его Леха Поскользнулся и вниз Солдатиком Теперь о длине веревки Россия Щедрая душа У нас же все с запасом Поэтому и длина веревки Была чуть больше Чем расстояние до земли На всякий случай Но еще в полете Леха об этом не догадывался Напротив Радовался как ребенок Вспоминая знаменитый Западный аттракцион Когда чуть-чуть Не долетаешь Каково же было Изумление Когда земля Радушно Встретила бойца Часть вторая Боец упал Бойца надо везти В госпиталь Подгоняет грузовик Россия не только щедрая Россия еще очень добрая душа Бойцы из стройбата Коллеги по несчастью Набились в кабину Леху Заботливо уложили в кузове Чтобы больному человеку Было просторно Только тронулись Слышат Глухой удар Оборачиваются А в кузове Никого нет Веревку забыли отвязать Часть третья Подбегает к бедному Лехе Перекур У Лехи на лице читается За что? Отвязали веревку Уложили в полюбившийся ему кузов Полетели Какой русский не любит Быстрые езды? Подлетая на 105-й колдобине У Лехи на лице уже читается Добейте меня здесь А этим в кабине весело Кто-то с интересом изучает Какие-то кнопочки, рычажки Ну, пытливые мы Пока водитель замешкался Этот взял и какой-то тумблер нажал Да ничего и не случилось Только кузов опрокинулся Но заметили я только минут через десять Леха и раньше догадывался Что его некоторые недолюбливали Но что настолько Когда все выяснилось Подбегают к машине Ёлы-палы И вот он финал Вот она развязка Только русский стройбатовец Мог в этой ситуации сказать А Леха-то где? Занавес Взяли водочки Выпили Стали искать, чем закусить Не нашли Выпили за то, чтобы найти, чем закусить Поискали Опять не нашли Опять выпили Тут Березкин говорит Видимо, закусить нам сегодня не судьба Потапов говорит Кстати, о судьбе Я могу судьбу предсказывать По фамилии Березкин, вот как твоя фамилия? Березкин подумал, говорит Березкин Потапов говорит Печальная фамилия Березкин Уже первые две буквы Б Говорят о том, что ты долгие годы будешь бедным После бе У тебя идет рез Значит, потом будет резко хуже А окончание кин Говорит, в конце концов О том, что тебя кинут Видимо, на ценных бумагах Березкин спрашивает Да откуда у меня ценные бумаги? У меня дома даже туалетная закончилась Выпили мы За то, чтобы у Березкина Туалетная бумага опять началась Потапов говорит Продолжим наши предсказания Леха, а у тебя какая фамилия? Я говорю, нормальная Гундякин Потапов говорит Печальная фамилия Гундякин Тебя, Лех, тоже сильно кинут Но самое неприятное Что фамилия твоя Начинается на букву Г Я спрашиваю В смысле, что буду страдать глистами? Потапов говорит Г в том смысле Что в него и кинут Выпили мы Чтоб никого при этом не забрызгало Потапов говорит Лех, попробуй поменять фамилию У тещи какая? Я говорю, артистическая Гундюк Потапов перекрестился Говорит, я бы не рискнул А как фамилия у соседей? Я говорю, давай выбирать вместе На первом этаже Вовка Тюрягин Сестры Голозадовы Миша Попрошайкин На втором Боря Розенхрен Потапов говорит Печальная фамилия Розенхрен Последние буквы говорят Я говорю, не маленькие И сами понимаем Ты лучше скажи А счастливые фамилии У нас в стране попадаются Он говорит, очень счастливая фамилия Потапов Выпили мы Изо всех Резкин поискал Чем закусить не нашел Говорит А у нас один прапорщик Умеет прошлое предсказывать По жене Мы с Потаповым Аж перестали искать Чем закусить А он продолжает Говорит, приводишь к нему Свою жену Оставляешь Через неделю приходишь И он тебе рассказывает Что у тебя было в прошлом Потапов говорит Обычно такие удивительные Неспособностью Человек открывается После стресса Березкин говорит Правильно Стресс имелся Этот прапорщик После учений Пришел домой Сел обедать Налил водки Поднял стакан А рот найти не может Чуть не умер Потапов спрашивает То есть водка есть А рта нет? Обычно бывает наоборот Я бы умер А чем кончилось? Березкин попал В реанимацию Спасибо врачам Месяц Боролись за его жизнь Потом разглядели Что он забыл Снять противогаз Хотели мы выпить За российскую медицину Но водка уже закончилась Поискали Закусить Не нашли И решили Что насчет Счастливых фамилий У нас пока еще Как с закуской Пока еще Не судьба Спасибо Съемка Первой Брачной ночь Все Площадка Все понимаете Режиссер такой нервный Так Так Тишина на площадке Актеры готовы? Актеры Сценарий читали? Даже репетировали? И как? Хорошо? Смотрите Чтобы потом без претензий Смотрите А то у меня одна такая После репетиции Вау-ва С ребеночком Директору картины Так Тишина на площадке Актеры в кадр Камера Мотор Начали Невеста Стоит у окна В лучах лунного свет Поменьше света Это же лунный свет А не рентген Жених подходит к невесте И нежно обнимает ее Камера Мотор Начали Стоп Жених Не лапаясь и стенку Что? Какая есть? Тоже мне красавец нашелся Не первая свежести? Да посмотри какая Смотри Два в высоту Три в ширину Все твое Не то, что ты шипзик Жених Берет невесту на руки И кружит по комнате Стой, стой Что ты делаешь? Стой, подожди Я сказал кружит Не катает Что ты делаешь? Стой, подожди Стой Что значит махнем? Какой бардер? Ты что, обалдел что ли? Кто предложил? Какие ребята в кепке? Мойте что ли? Так, вы откуда? Вы? Вы с Кавказа? Массовка? Какая массовка? Идите отсюда Камера Мотор Начали Жених берет невесту на руки Ты будешь поднимать невесту или нет? Что значит Я не нанимался тяжести таскать? Какие тебе подъемные? А звездил уже подъемные ему Поднимай невесту Да не ногу поднимай Ты и ногу не можешь поднять Шибзик Массовка Кавказа Помогите ему Помогите Потом всех вырежем Взяли невесту Невесту подняли Не гните колени Я говорю Не гните колени Ушла Тяжелая? У вас 28 человек Тяжелая Ладно, положите ее Да не бросайте, положите Ушли, все Ушли Реплика невесты Иди ко мне Любимый Любимый Пошел Любимый Куда? В ботинках на кровать Быстро разулся И разделся Реплика невесты Иди ко мне Любимый Камера, мотор Начали Любимый Пошел В чем дело Жених Че ты там возишься? Оставь фигу Спокой Не надо туда Листок пристраивать Прячет Господи Было бы что прятать Прячет Он в шипзик Боже мой Реплика невесты Стоп Что это за реплика? Ой, кажется, муж вернулся Что это такое? Этого нет в сценарии Муж где? Вы муж? Откуда? Из командировки? Так, идите отсюда Идите, не мешайте работать У вас нет в сценарии, что идите? Камера Мотор Начали В чем дело, невеста? Вы новобрачная или мумия? Тутанхамона В одежде нельзя В одежде тоже не первая брачная ночь А порнография Ну и что, что муж смотрит? Вы же актриса Что ты смотришь, муж? Что ты смотришь-то? Нет Заменить нельзя Нельзя Пробы прошли Кому надо, тот и попробовал Ясно? Увидеть его Дайте ему, валерьянки Внесите Валерьянки дайте мне коньяку Камера Мотор Начали Так и будем лежать? Как два бревна на лизе заготовках С кабелем Да не рядышком А как положено, понимаете? Что значит как? Нет Ничего на стенке я показывать не буду Я вчера три раза показывал Я все уже Камера Мотор Начали Ну В чем дело? Ну Невеста вскрикнула Жених, что ты орешь? Что ты так ладишь? Что ты прищемил? Где? Мне надо сувать туда не положено Там же напряжение Там пять тысяч вольт Я не могу Я не могу Осталось что-нибудь Осталось там же Закрыми руки им оставшиеся Камера Мотор Начали А где невеста? Кто украл? Знаете, вот из Кавказа массовка? Так, жених, ты куда смотрел? Все Съемки окончены Мне, валерьянки Вам Каньяку Популярно? Тогда и меня, наверное, кто-нибудь будет пародировать Я сейчас вам почитаю А может, кто-нибудь и клюнет Ладно? А знаете, почему? Когда поешь Спать хочется Знаете? Ну, все начинают объяснять Кровь отливает к желудку Не, ерунда Когда поешь Кожа на животе натягивается Глаза закрываются Ну, это я так же для начала У меня есть такой персонаж Он Все время разыгрывает всех Не знаю, как вы А я людей с кислими рожами терпеть не могу Я как увижу кислую рожу Я расшибусь А эту рожу расшибу Ой, ой, рассмешу Ну, с детства я такой юморной У меня другу оставалось жить три дня Его уже лечили-то в морге Я пришел к нему в морг Анекдот рассказал Он сразу встал Десять лет за мной ходит Говорит, Леня, объясни, в чем юмор Да лучше бы он там и остался Люблю повеселиться А больше всего розыгрыша люблю Вот хлебом не корми Дай кому-нибудь подлянку устроить Помню, учился я в пятом классе Восьмой год И дед мой загрустил Он у нас всегда грустил Утром После праздников Бабка ему не наливает Он и ходит чернее африканской тучи Если зимой дело было То он из снега лепил снежную бутылку Со снежным стаканом А летом любимое дело у деда С похмелья Одуванчики раздувать Сядет и дует А я бегаю Рвуем эти одуванчики В соседнюю деревню Двадцать четыре километра Короче, решил я деда разыграть Взял я один одуванчик И клеем обмазывал Так что его пух вертолетом не раздуешь Дал деду клей на одуванчик Дед на одуванчик Фу-фу-фу Фу-фу-фу Одуванчик стоит кудрявый И даже не лохматится Я говорю, деда, ты дуй сильнее своим дулом-то Губы-то раскатай Я его учу Я сам думаю, куда потом буду от деда бечь И где буду потом побитый им лежать Ну всегда так Я же знаю Шутка твоя над ним не первая Я ему уже и клей в сапоги наливал Он их потом три года не снимал И ботинки его гвоздями к полу прибивал Он орал, как недорезанный Думал, ноги отмелись Один раз бабка пенсию получила Дед к ней полез в карман Он же не знал, что я там капкан поставил После капкана дед ногти год не подстригал И во все карманы, прежде чем руку сунуть Ломом тыкал Дед и курить бросил После того, как покурил мои сигареты с порохом Про пурген-брашку я и говорить не буду Ну люблю я розыгрыши Короче, дед сидит, надуванчик шипит Напор усилил От дачи от струи воздуха своей башкой с дома Почти всю штукатурку отколол Струя воздуха от деда Летела три в одном Слюни, перегар и мат На мат наш участковый прибежал Со стороны цветка прямо под струю деда попал Китель на участкового лохмоте Остальное все слетело И задержанным милиционером остались одни сапоги И наколка I love бабки А дед чем дальше, тем больше в азарт входит С гадом с этим, с одуванчиком Дует на него, как компрессор У него уже и зубы легли по струе воздуха Шифер соседей крыльпы срывало А тот не лысей, сволочь Я уже пожалел, что сильно пух-то приклеил Дед и об землю одуванчик бил И зубами пух с него сдирал Выдрал три зуба Я думал, дед к вечеру гованица Нет, он три дня не спал, не ел, к соседке по ночам не ходил Все с одуванчиком Дед одуванчик одушил И по одуванчику из ружья полил И ломом ковырял Я уже думаю, клею, то пора отклеиться Потом вижу Так это не одуванчик Я спутал и дал деду ершик бутылки мыть А сказать боюсь Я ему раз в детстве на 1 апреля сказал Что у него в супе не курица, а лягушка Так он меня этим супом три дня с утра до вечера кормил А тут вообще дедуля от одуванчик выглядит стал Как още бессмертный Брови дыбом Из души пар валит Эх, зря я сказал в тот момент деду, что это розыгрыш Мужики собрались, все советовали деду, как меня лучше казнить Один только самый добрый посоветовал отпустить Так и сказал За ноги к двум березам привязать И отпустить Другие советуют деду не пороть горячку Он меня в холодную так отпорол Что у меня задница через брюки три дня подряд светилась Зато потом дед только загрустит Я к нему Грустишь, дедуля? Он, нет, сатана Все нормально Я даже когда умру Ты погоди, внучек Когда меня закопает Потом приходи меня разыгрывать Гаденыш Еще один монолог Вот от этого же персонажа Попал я в армию Хоть и не мечтал Я говорил военкомате, что у меня не все дома Что я больной Что у меня недержание Что могу не на ту кнопку нажать Могу жену командира принять за свою Ничего не помогло Военком мне четко объяснил В армии у нас реформа Деньги есть, ты больной Нет, здоровый А я был здоровый Ну не на копейку болезни А в армии у нас был прапорщик Настоящий Пуленепробиваемый Анекдоты непонимающий Мухами засиженный Он как меня увидел Я сразу понял У него появилась цель в жизни Я по его приказу Маршировал на заборе И бегал на перегонке с поездом И нырял в пустой бассейн Случай меня от прапорщика спас Разве до он стоит плачет Потому что понял, что он лысый Потрогает голову А там лысина И он в слезы А я молчу Не говорю, что он лысый Потому что в каске Он привел Докупил себе жидкость Для ращения волос Жидкость в голову втираешь И волосы растут Он купил эту жидкость На свои Наши роты Деньги А было 1 апреля Я решил над прапорщиком Приколоться по-серьезному Как чубайс над нами С ваучерами Я ему посоветовал Товарищ прапорщик Чтобы лучше волосы росли Надо вам эту жидкость пить Он говорит Понял А чем пить? Я говорю Ротом Это дырка такая в голове Там где Зубы с языком Ну где вы еще Нашу колбасу храните Он попил жидкость Волосы выросли хорошие Лохматые Только во рту Ходит Улыбается Как меховая перчатка Раскрывается Все заросло Даже на зубах Мох А еще он сам Эту жидкость Себе в глаза Додумался закапывать Лесницы были Как под вышками У гамадрилы Прапорщик На розыгрыш Не обиделся Просто все Напутал В моем личном деле Мне служить Оставалось полгода В штабе Откуда этот прапорщик Мне еще нашел Четыре года На подводной лодке Хорошо Я в последний момент Своё личное дело Поменял на дело Прапорщика И прапорщик Начинать ушел В подводное плавание Вот тут Мною занялся Сам майор Он до этого Прапорщика гонял Майор этот С интеллигентной фамилией Главнюк Он что по фамилии Что по жизни Был конченый Главнюк Он не издевался Он просто мне приказал Бегать, прыгать Спать, есть И целоваться Не снимая противогаза Тогда я решил Приколоться над майором К нам генерал Приезжал с проверкой И я об этом узнал Раньше майора Который спал В нашей казарме Выпивший За полчаса Я все сделал По тревоге Майор бежал на плац По памяти Потому что Очки я ему Заклеил скотчем Он орал на бегу Больше у дуськи Самогон не беру Глаза нифига не видят Где этот Гребанный генерал А этот Гребанный генерал Стоял уже рядом Выпучив на майора Главняка Все что еще Можно было выпучить Потому что К шинели Главняка Я пришил Женский бюстгальтер 18 размера Погоном Приспандорил Колокольчики На сапоги Майора Я привязал Пустые Консервные банки А на лбу У него Помада Написал Все что я О нем Думаю Уложившись В одно слово Из трех букв Генерал увидел Эту сошедшую С ума новогоднюю Ёлку И заорал Встать Конь Педальный Бомж Вокзальный Путан Из Магадана Короче Через неделю Майор Главнюк Уже служил Капитаном На границе С Киргизией А новый Командир Обходил меня За три версты А если бывало Пригорунницы Я только спрошу Что ты скучновато А? И он тут Жорет Нет Только не со мной Вот так и живем Невозможно по внешности Определить пол Я Определяю по голосу Неизвестно Кто здесь Кто в зале Вы меня простите Но Так в наше время Действительно Всякие бывают Аномалии Я сейчас буду называть Номер ряда И номер места А вы кричите Я здесь И я определяю Ваш пол Хорошо? Пятый ряд Восьмое место Я здесь Я здесь очень короткая фраза По ней сразу не определи Знаете что? Крикните Туточки Я туточки Нормальная фраза По ней Я уже определю Туточки Я туточки Можно еще вас попросить Туточки Я туточки Я думаю Что вы Ответьте мне Пожалуйста На дополнительные вопросы Вы курите? Нет Значит Мужчина А пьете? Нет А как же вы без воды Так долго? Хорошо Оставим Вопрос О вашем поле Открытым Пока Сейчас я попробую Еще другую Десятый ряд Двенадцатое место Пожалуйста Ну пожалуйста Тут Я тут Так Ага Голос хороший Подскажите там юбка Или брюки на сиденье? Юбка Юбка Значит Женщина Спасибо Или шотландец Можно вам задать дополнительный вопрос? Скажите Вы маникюр делаете? Да Значит Женщина А педикюр? Мама делает Вам мама делает педикюр Да Слушайте Я совсем запутался Вы знаете Знаете К вопросу определения Полу нужно Подходить Индивидуально Сейчас я к вам подойду Можно аплодировать Я не против Так Я смотрю Где камера Можно я у вас Вот спрошу Вы мужчина? Да А чем докажете? Спрошу вот так Вы на женщин смотрите? Да А как вы на них смотрите? Покажите пожалуйста На мне не надо только показывать На женщин да? А можете показать всем? Так По-мужски взял за руку Как вы на женщин смотрите? Всему залу Понятно Скажите А вот вы Я сейчас ищу настоящую женщину Вы получку у мужа отнимали? Он ее не доносил до дома А если доносил Отнимали? Обязательно Или он сам отдал? Не отдавал То есть вы отнимали Настоящую женщину Нет проблем Смотрю повыше Кто там это? Вы да? А можно вашу ручку? Нет я шариковую имею ввиду Вы это? Ну давай Хорошо Давайте эту Эту давайте Давайте Можно вас Это сам пригласить? Да 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 Вот Простите что я вас поднял Вы настоящий мужчина чувствуется Скажите как вас зовут А? Айсидора Дункан По-моему вы рождены для сцены Единственное вот Но за мной не спрячься Я очень худой Можно вам задать вопрос Издалека? Хорошо Айсидора Скажите вы белье кипятите Или стираете? Если вы еще кипятите Тогда мы едем к вам После концерта Это вам Может нет Потенциально Лизгинку? Маэстро Музыку Я понял Мужчина Он свистит Я Я мужчина Рядом с вами Рядом с вами Я себя чувствую Настоящим мужчиной Вы просто прелесть Спасибо вам большое Можно я вас сегодня провожу? До куда? До кресла Аплодисменты Настоящей женщине Кто еще в этом зале Считает себя Настоящим мужчиной? Поднимите руки Раз Два Три Четыре Что все остальные Женщины что ли? Вы видите Как мало Нас осталось? Для того Чтобы мы вообще Не исчезли Нас нужно Защищать Так что Истинные Защитники Отечества Вы Женщины С чем я вас сегодня И поздравляю Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Рассаживайтесь Пожалуйста Поудобнее Чтоб всем было Хорошо видно Артист Московской Эстрады Святослав Ещенко Я сяду Скоро Поезд И Желтый Спасибо Маданчик Мой Желтый Господь Блеслый Маданчик Я возьму С тобой Мой Желтый Маданчик В нем Потайно Карманчик Ложи 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 А в том Карману Ключик Счастье Золотой Одну мелочь Швыряет Сволочь Ох и А приманочку То я положить Забыл Идей тут У меня Было Пятьдесят Баксов А вот Ни Так Господь Благослови Господь Благослови Ловись Рыбка Большая Сами Говорю Я за Я за Твоих Детушек Помолюся И за Фирмочку Твою Давай 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 За Мерседесик И что За Чего Ну Квать Так Квать 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 Полбок Тебе От Квать Как Земля Таких Выдерживать Однорыл Килограмм Сто Пятьдесят Чтоб Тебе Каждую Ночь Рогатой Налоговый Инспектор Снился Квать 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 Если Не будешь Жадничать А чё Ты так Мало Положил Вся Стипендия А Пятёрок Много Получаешь Чтоб Они у тебя Все Поперворачивались Может Делом Тогда Займёшься А Хоть И моим Чё Плохо А ты Мен Не стыди Зануда Я Вас Не обманываю Вы Сам Себе Обманывайте Мне Думаешь Вас Не жаль А Я Взять Не могу Меня Васьки Майор С работы Выгонить А Мне Ещё Третью Дитю Квартир Купить Надо Дед Слышь Оставь Собе Свою Тыщу Да У меня За день Десять Твоих Пензий О Пенёк Глухой У Меня Реклама Одна На Все Времена Отстал От Поезда В Тридцем Мом Году Переночевать Негде Все Сгорело Вот И Сижу Тут С Гол Пухну Все Никак Напираться Не Соберу У У Меня Ноженьки Не Ход Да И Как Они Пойдут Когда Я На Них Сижу Цельным Днями Кстати Пора Подыматься Пойтить Помыт Переодеть И Кудынь Забуриться Господи Господи Да Не Оскудеете Рука Дающая Да Не Отсохнет Рука Просяшая Мой Желтый Тимас Я честно Не думаю Что вообще Из него Что-нибудь Получится Ну Так Получилось Вы знаете Как-то Стал Одним Из Из Известных Наших Ямористов Может быть Вы знаете Его Фамилию Может Знаком Вам Задорно Фамилию Знаете Да Не Не Вы Рано Зааплодировали Его Здесь Не Будет Не Волнуйтесь Значит Он Меня Часто Смешит Значит Мы Как-то Сидели В Ресторане Я Попросил Официанта Зубочистку Официант Как-то На Меня Посмотрел С Недоумением Миша Говорит Она У них За Соседним Столом Когда Освободится Принесите Сюда Но Недавно Он Меня Сильно Рассмешил Конечно Он Ведь Он Все Время Что-нибудь Скажет Что Его Потом В Эту Страну Не Пускают Значит Недавно На Украине Так Наговорился Что Ему Какой-то Человек Из Администрации Позвонил И Сказал Если Вы Так Будете Выступать То Мы Вас Вообще Не Впустим В Украину Он Сказал Хо Испугали Если Вы Сказали Что Не Вы Пустите Тогда Я Испугался Он Может Бедно Без Украины Обойтись А вот Я знаю Одну Артистку Которая Обойтись Без Украины Никак Не Может Она Родилась Там Она Стала Там Актрисой Она Ездит Туда Выступает И Обожает Эту Замечательную Страну Она Мало Того Что Хорошая Артистка Еще Просто Островная Женщина Был Такой Случай Я вам Сейчас Расскажу Давно Давно Приехал К нам Из Америки Один Продюсер Знаете Он Вообще То Он Из Эмигрантов Но Он Приехал Такой Важный Он Здесь Набирал Наших Артистов Юмористов Значит Нас Собрал Так Он Ходил В галошах Он Ходил С переводницей Хотя Язык Хорошо Знал И Каждый раз Когда он Разговаривал Он Все время Говорил Как Это Будет По Русски Как Это Будет По Русски Когда Он Сказал Так Встречайте Народная Артистка России Клара Новикова С Новым Годом Здравствуйте 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 Вы знаете Вот Я Женщинам Вообще Не завидую Вот Я Не завидую А у нас Есть Валя Она Такая Некрасивая Вот Я И Завидую Вот Она Некрасивая Я Не Завидую Понимаете Она Такая Некрасивая Она Даже Не Замечает Какая Она Некрасивая Это Помните Мужчины Придумали Такую Формулировку Не Бывает Некрасивых Женщина Бывает Мало Водки Так Им Паразитам Всегда Водки Мало А Я Правильно Правильно Вообще Я хочу вам сказать Что Она С иронии Относится К своей Некрасивости С иронии Это мы Замечаем Что Она Не Замечает Даже Что Она Такая Уж Прямо Она Рассказывала Себе Знаете Она Была В гостях И Какой Мужчина Вот Уже Поздно Ночью Провожал Ее Домой Провожал Провожал И Переводил К себе Мужики Знают Так Бывает А Утром Когда Брился Хотя Брился Электрический Брит А потом Он Возьмите Спроси А я Себе Ночью Ничего Такого Себе Не Позволил Она Позволил Так Он Еще Раз Порез А сверху Его Еще Током Долбануло А мы Все Поучаем Мы Работаем У нас Все Женщины Замужем Мы Поучаем Валя Понимаешь Ты Должна Уметь Кокетничать Должна Уметь Стрелять Глазками Как Автомат Калашникова 600 Выстрел В секунду Представляете Столько же Мужских Трупов У нас есть Маргарита Васильевна Она Говорит Валя Бабушка Учила Понимаешь Надо Кокетничать Смотри Как надо Делать Смотри Глазки В сторону На нос На предмет И стыдливо Вниз Понима В сторону На нос На предмет В сторону На нос И стыдливо Вниз Понима Она на следующий День приходит Мы спрашиваем Ну что Она говорит Всю ночь Чайник Обстреливала И что Я говорит Еле утра Досдалась Вскочила В троллейбус Вижу Предмет Стоит Я сразу В сторону На нос На предмет В сторону На нос На предмет Ну и что А предмет Выскочил Раньше Чем дверь Открылась В троллейбусе А Маргарита Возьми Да спроси Слушай А ты глазки Стыдливо Опускала Внизу Нет Опусти Она говорит Ты же В одной ночнушке Выскочила Нет Я не говорю Это Леон Ты не понимаешь Чего бывает Это вообще С ней Это вообще Она говорит Вот у красивых Все самой Как-то собой Получается Замятили по телевизору Вот шампунь Демонстрирует Этот головокружительный Объем волос Она говорит Я тоже захотела Чтобы у меня Такой же головокружительный Объем был Я вымыла шампунем И как в рекламе Так Я в косяк Долбанулась Вот и все Головокружение А женщины Это наши Ей все рассказывают Валя Одна у нас говорит Это Маргарита Она говорит Валя Ты не представляешь Замужество Это мираж Понимаешь Вначале Замки Потом пальмы Потом верблюды Потом исчезают замки Исчезают пальмы Остаются одни верблюды У нее уже третий Тот плевать на нее хотел А у Ириски Муж артист Она ему все время говорит Слушай Ты плохо исполняешь роль супруга В первом акте Еще туда-сюда А во втором У тебя занавес падает А он ей отвечает А я не могу Все время играть Премьеру В старых декорациях АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отбивалась Боже мой Кто это Вася Василек А это Костя Косточка Чтоб ты ее подавился Ой, смотри Франц Летчик Никогда не долетал До аэродрома АПЛОДИСМЕНТЫ Всегда ночевал На запасных А это кто? Что-то даже вспомнить не может Чего-то не могу Рожа круглая Кудри вокруг головы Кто такой даже не вспоминает Что тут написано Погоди Михаила Ломоносов Мишка Где ты сейчас? Вспоминаю Своего пупсика А недавно Валька Пришла Глаза сияют Такие огромные Валя Спрашиваю Ничего Она говорит Представляешь А мне Славка Предложение сделал А Славка у нас водитель Возит нашего шефа Я говорю Ты что? Поймал меня в коридоре Посадил меня на шкаф И сделал предложение Он сказал Я тебя люблю Ты самая красивая Выходи за меня замуж А ты что? Я говорю Я ему сказала Хорошо Я выйду за тебя замуж А ну и что? Он говорит Побежал Я говорю Ты чего хромаешь? Он говорит Забыл меня со шкафа снять А я правда смотрю У него глаза огромные Красивые Красивые Понимаете? Вы же говорят так Если любишь Красивые Правда? Вот если любишь Вот вы Когда последний раз говорили Я тебя люблю Каждый день Вот прямо каждый день Наверное от этого так хорошо выглядите Каждый день А могли вы сейчас сказать Я тебя люблю Я могу туда спуститься Конечно Да я уже не вижу Что я могу это сделать Леон Ты хочешь поддержать Это тело Понимаешь? Я к этому молодому человеку Я могу вас понять Я тебя люблю Я тебя очень сильно люблю Да не меня А вы тут с женой? А поэтому и меня любят В данный момент меня Как вас зовут? Георгий Жора Садитесь Жора Бог мой Такого мужчину полюбить Понимаете? Сколько надо сил и энергии Такой бы А вы когда говорили Я тебя люблю Я тебя люблю А нет Это вы сейчас сказали Отвяжись от меня Пожалуйста Я тебя люблю Я тебя люблю Красиво А вы бы видели Глаза его жены Она не ожидала Что я такое могу сказать Сегодня здесь на концерте Я тебя люблю Я люблю тебя Какие мужчины? Вот так я хочу Чтоб круглый год Весь следующий Пештушинный Чтоб петушинный год Мужики были петухами Я тебя люблю Я вас люблю Я вас люблю Я люблю вас Я вас Я вас Очень люблю Кого? Себе И себя любить Надо тоже С Новым годом Будьте счастливы Будьте здоровы Пускай мир будет В ваших семьях Пускай будет достаток Я вас Люблю От этого тела уходить не хочется Если к этому присоединить мое Понимаете, что получится? Вот подождите Это же не значит, что сразу Он говорит, мальчик получится Видите, какой он замечательный Садитесь, Георгий Садитесь, а то я не пройду Лара Новикова За любовь Я тебе расскажу смешную историю Это вот, понимаете Это же мои волосы А я знаю, что вы это обсуждаете Я недавно подписываю открытку на своем концерте Подходит женщина, выходит из зрительного зала После заканчивается концерт Я подписываю открытку Подходит женщина и сзади делает Вот так Я говорю, женщина, что вы делаете? Она в зал говорит Свои, свои Это не парик Зачем грустить на проводах? Ведь где-то нас встречают И ни страны, ни города Любовь не выбирает К свиданиям не привыкшем Быть может, сгоряча Я, киевская девчина Влюбилась в Москве Милый мой, коханный мир Я теперь не знаю Кто ли я тебя люблю Чи я тебя люблю Вначале удивлялся Вначале удивлялся все Ну а потом привык он Муж, если по-украински Как не будет Кто знает Чоловик? Чоловик Дально? Такое слово точное Понятное для всех Девчонки Кому ж не хочется Чтоб муж был человек Милый мой, коханный мир Я теперь не знаю Кто ли я тебя люблю Чи я тебе кохаю Милый мой, коханный мир Я теперь не знаю Кто ли я тебя люблю Чи я тебе кохаю То ли я тебя люблю, чья твердь тебе плохая любит. Жена то будет жиночка, а дети будут диты. Когда они рождаются, куды же их подиты. А сердце будет серденько, ну а душа, душа. Вот так я и мотаюся отсюда туда. Милый мой, коханный мир, я тепер не знаю, То ли я тебя люблю, чи я тебе кохаю. Милый мой, коханный мир, я тепер не знаю, То ли я тебя люблю, чи я тебе кохаю. То ли я тебя люблю, чи я тебе кохаю. Ну винокуры ты можешь спародировать? Вот я ни разу не видел, пародируешь ты или нет. Володя, я Володя вообще не пора, я Володя не могу. Володя на корм, у меня не получается Володя. Володя, Володя. Я пошел в баню, а там сын, я в баню, оп. Хорошо, что я был, а он в маме не был. Молодец. Да я не умею, Леон не умеет. Я его даже не предупреждал, я даже не говорил, что я его попрошу. Посмотрите, сходу. Вот единственный человек, которого могу показать вам сейчас, И вы точно поймете, что это я попал. Камера есть какая, есть какая рабочая? Это, вот это. Хочешь, Измайлова покажу? Вот он. Показал Измайлов. Один в один. Леон Измайлов, и все, чего я его объявляю? Так, теперь моя очередь. Приехал один мужик к тёще на дачу. Она, как водится, его стала учить, как надо жить. Орала, орала и в обморок упала. Может? Подожди, еще рано смеяться. Мужик перепугался, ночь на дворе, он никого здесь не знает. Схватил мобильник, набирает номер больницы, который у тёщи на стене написан, и попадает в котельную, в дяде Феде, который привык, что ему звонят по поводу газовых печей, котлов и отопительных систем. И вот между ними происходит такой разговор. Алло, алло, это скорая помощь? Ну, а какая же еще-то? А дежурную я могу слышать? Это тебе к врачу надо к ушному обратиться. Может ты слышать или не можешь? А дежурную сегодня я. Послушай, дежурный, у меня катастрофа. Ну, ясное дело, была бы у тебя бутылка, ты бы вряд ли позвонил. Да мы тут вдвоем с тёщей, она отключилась. Что делать? Ну, ясное дело. Вдвоем с тёщей, вам понятно, ничего хорошего не сделать. А что отключилась-то? Вся система или просто подачу воздуха забила? Откуда я знаю? Не знаешь? Тогда первонаперво понюхай. Не пахнет ли от неё газом? Да нет, вроде не пахнет. Так, ну раз утечки газа нет, то возьми молоток и по головке постучи. А как она сдвинется? Отверни шейку на 180 градусов. Отвернул? Не, она сопротивляется. Ага, ну тогда, значит, надо снять заглушку. Вьюшку откинь да пошуруди там как следует. Чем пошурудить? Ну не пальцем же, палку возьми. А как пошурдишь, сопло поглубже заправь. И только после этого прочисти ей горловину. В каком смысле? Ну в прямом. Ёршик смажь чем-нибудь жиром и туда-сюда, туда-сюда. Ну ничего себе, я, конечно, попробую. Правда, как туда ёршик пойдёт, не пойму. А ты смажешься лидолом, он и проскочит. Ну а дальше что? Что дальше? Дальше не забудь заслонку и вставить, чтобы не сифонило. Куда вставить? В поддувало. А где у неё поддувало? Ну где-где? Снизу, конечно. Только ты прежде колено проверь. Если оно наперекосяк, то ты колено-то выверни. Вывернул. Ну и что? Вообще отключилось. И не фурычит. Фурычит, но слабо. Ага. Ну, значит, сейчас будем воду сливать. Как сливать? Ну как, как? Сливать будем через нижнюю форсунку? Давай буфера откручивай. Как откручивать? Ну, по часовой стрелке. Ну как у тебя там? Да лежит она в отключке. А прокинул, что ли? Ну да. Тогда возьми тросик, да прочись её по всему проходу. От задней форсунки до переднего клапана. Понял? Какой тросик? Как я её прочью? Я же тебе балбес уговорил. Заглушку ты из неё вынь. А у неё что, есть заглушки? Ну если бы не заглушка, ты бы давно уже угорел. Эй, ты куда пропал? Так я заглушку эту искал, только нету её. Ну ты тундра. Что ж у неё наружу, что ли всё торчит? Сначала кожух надо снять. Хотя погоди, а у тебя вообще-то штуцер работает? У меня? Ну у тебя, у кого же ещё-то? Ааа, по всему видно, давно не продували тебе его. Ты сам ты, видно, давно забыл, как он выглядит. Возьми сейчас за него обеими руками. За кого? Да не за кого, а за что? За штуцер, за свой. И подвигай его туда-сюда. Поддаётся? Ну, в общем-то, да. Эй ты, смотри, его совсем ты не оторви. Штуцер должен плотно в манжетку входить. А он тебя, видать, по всей горловине болтается. Да в какой горловине он болтается? Ну, которая в топке. Какая топка? У меня тёща в обмороке. Ну так ты ещё кочергой у неё внутри пошуруди. Я не могу, она сама кочергу взяла. Всё, разговор заканчивается. Тёща встала, заролела. Ты что, негодяй, со мной выстворял, пока я в отключке была? Ты зачем кухонный ёршик мне в ухо совал? Ты зачем среду мне в ноздри засовывал? И выгнала зятя. Так он и не узнал, где у неё подувало, а где заслонка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Ух. Нервы. Кто? Кто там? Воробьи. 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 Давай я такой воробь. Нормально всё. Тихо. Чего? Не, не, я так... Не, не... Всем... Ае... Ох... 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 Чего ты? Ну, как долго? Не, не... Воню, воню! Не, не, спи... Смотри, 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 давай! Садись, садись! Аааа? Не, не... Давай, давай! Не, смотри. Не, ну, стой, стой... Стой ты, стой ты... Стой ты... Ой... Да! Нет, стой, стой. Просто я... Нет, стой, стой! Нет, стой, стой! Нет ничего! Не мачу возьмёшь её вниз над spells? Реб trace! О, дай-дай раз, раз, раз. Вот, смотри, смотри, раз. О-о-о! Не-не-не! Смотри, руки обреи, смотри. Не-не-не, всё нормально. Да не бойся, я бойся, смотри. У! Это не я. Что это? Что это? Не знаю. Что это? Тихо! Что это? Говори! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕ meters Ти-и-и! Зайди! Хе-хе! И так... Мой выгулавай! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, настала моя очередь выступать перед вами, поэтому я для начала расскажу анекдот. Два мужика разговаривают. Один говорит, вчера жену в зоопарк водил. Ну и как? Не взяли. АПЛОДИСМЕНТЫ Таланты же разные бывают, да? Один о скрипке умеет скрипеть, другой кошельки таскать. А у меня особый дар. В любом собрании могу на любую тему, в любую речугу толкнуть. Вот прошлой зимой, когда сезон зимнего плавания открывали, ну, когда эти моржи босые на льду у полыне выстроились, так я безо всякой бумажки речь полтора часа толкал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, правда, поплыли потом не все. Некоторых потом автогеном вырезали. У меня это талант от рождения. Я когда только говорить научился, первым делом же не мама, а папа сказал, а речь засадил на тему «Прочь отцовский ремень от непоротой детской задницы». Этим и живу. Правда, работа у меня сезонная, от выборов до выборов. А есть-то каждый день надо. Жена шубу требует из пицца. Теща зубы вставить надо. В чем она просит два ряда? Сын какому-то новому русскому в багажник мерседеса врезался. Это ж только в анекдотах. На запорожцах въезжают мерседесы. А сыну ли мой на асфальтовом катке покататься решил? В общем, деньги по зарезу нужны. А тут как раз выбор нагрянули. В одной области на должность главы баллотируется Козлов, а на его зама Трищенко. Ну, я из Москвы прилетел. Еще подготовиться как-то не успел. Как штабной уже кричит. Давай, Калюня, оратор наш, спасай. Народ уже на площади, иди говори. Сегодня твой праздник, день мели оратора. Выхожу на трибуну, на площади полутьма. Кто там внизу не разберешь. Я штабного спрашиваю, что за аудитория. Он говорит, кажись, демократы. Ну, я микрофон зубой, давай. Дамы, кричу и господа. Разрешите меня от лица общественности и лично от своего лица поприветствовать вас и вашим лицам весь наш народ, лицо которого вы здесь представляете своим лицом. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Дамы, кричу и господа. 75 лет наш народ стонал под игом коммунистов. В результате крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент морально разложился. И только теперь, благодаря победе демократии, коммунистический гидро похоронено раз и навсегда. Да здравствует капитализм, светлое будущее нашей российской глубинки. И его яркие представители Козлов и Трищенко. Оба они пострадали от советской власти. Козлов от псориаза, Трищенко от инуреза. И тут слышу штабной, говорит, извини, накладочка вышла. Мне только что сказали, что на площади не демократы, а коммунисты. Вот, думаю, блиндамет тебе в зубы. Но продолжать-то надо. Дома жена без шубы, теща без зубов, сын с фингалом. Поэтому рвут дальше без остановки. Товарищи, кричу, дамы. И товарищи, кричу, господа. До каких пор мы будем терпеть власть продажных демократов, платформу которых я вам только что изложил. Да, наш народ действительно в 75 лет стонал. Но он стонал от удовольствия, что имеет такую партию, которая так имеет его. Да если бы не Октябрьская революция, рабочие крестьяне спились бы еще раньше. Я уже не говорю об интеллигенции, которая только благодаря мудрой политике партии научилась пить по-рабоче-крестьянски. Одним словом, вперед-назад к победе коммунизма его ярким представителям Козлова и Трищенко, которые 10 лет руководили банно-прачечным трестом и никогда не пользуясь своим служебным положением, ни разу не постирались и не помылись. И тут, слушай, со мной опять говорит, тормози, опять накладочка вышла. Это не коммунисты, а представители разных религиозных конфессий. Протестанты, баптисты, буддисты и поклонники шаманов Крайнего Севера. Ах, я говорю, блин, да бед у тебя в зубы. Но делать-то нечего, надо продолжать. Братья, кричу, и сестры, баптисты и баптерки, шамани и шамовки, голосуйте за Козлова и Трищенко, потому что они ходят оба к причастию и где и причастию. Мало-помалу камлают с бубном у костра и оба верят в буду. Вот среди ночи разбуди и спроси водку, будешь? Всегда скажут, буду. Тут штабной откуда пробегает, весь мыли, стонет, там на площади одни феминистки, борются за права женщин. Ну, про блядамец вспоминать некогда. Я микрофон в зубы и кричу, одномандатницы! Под чьим игом мы только не стонали, под рабочими крестьянами и под интеллигенцией, а ничего не чувствовали, кроме запаха перегара. И от кого же мы бабоньки будем теперь рожать, если крестьянин спился, рабочий облился, интеллигент так и не научился. Вся надежда только на Козлова и Трищенко. Тут опять штабной вылезает тормозник, снова накладка вышла. Я говорю, сам ты накладка. Говори, кто на площади. Он говорит, братва из Макрадуевской группировки. Ну, все, думаю, если они поняли, что я сейчас здесь городил, они то, что жене песец, а тещи зубы. А самому мне песец, и зубы придется в комиссионку внести, потому что они мне больше на этом свете не понадобятся. От страха трясусь, но в микрофон спрашиваю, что, пацаны, вы хоть словечко из той пурги, что я гнал, в натуре усекли. Они с площади орут. Нет, ты чего, фуфло-порожняк гонишь? Я дух перевел и говорю, а это я лохов разводил. А сейчас я вам по-нашенски, по-пацански, чисто конкретно в двух словах курю. Голосуйте за двух правильных пацанов в законе Козла и Трищо. И все будет ништяк. Блин, да нет, буду век мандата не видать. В результате, когда оба моих кандидата победили, я жене писак купил, причем живого. И сыну новый каток справил, и тещу зубы в дворе да не только вставил, но еще и наточил. А у самого у меня теперь еще и удостоверение есть главного миллиардатора области, только почему-то на фамилию Козла Трищенко. Я вообще не понимаю, конечно, сколько можно, сколько можно глумиться над Басковым, понимаете? Я не понимаю. Я поклонница Николая Баскова. Во-первых, я рада, что здесь сегодня столько поклонников Николая Баскова. Мы вместе, мы вместе, девочки, мы вместе. Вы знаете, я вот буквально вчера сходила в так называемый Большой театр. Я, конечно, знала, что в Большом кризис, но не знала, что до такой степени. Сходила на концерт этот. Евгений Онегин. Обещали Баскова, а показывали бог знает кого, понимаете? Мало того, что Колю выпустили только во втором акте, его еще и убили. На моих глазах. Стрелять, что ли, некого больше на нашей стране? Я не понимаю, за что так с Колей обращаются в этом Большом театре. Не понимаю. Ну, во-первых, музыка незаводная. Зал сидел, никто не танцевал. Кроме меня. И мужчины в черном костюме. С этой палочкой. Все. Шарманка ни разу не прозвучала. Я не понимаю это. Я не понимаю, что это за концерт, понимаете? Я пришла в театр с роскошным букетом цветов. Сто раз, сто раз. Никогда с отдачей букета проблем не было. Коля прыгал в зал, забирал цветы. Я после концерта получала деньги, плюс дорожные расходы, плюс за стаж. Четыре года в фанатках. Главное, сижу. Вчера сижу на концерте. Коля не идет, не идет, не идет. Его на моих глазах убивают. Ладно, думаю. Сейчас мимо меня Колю понесут. Я ему цветочки продам. Так его вообще в зал не вынесли, понимаете? Я думаю, ну ладно. Раз Коля не идет, пойду сама. Ну что делать? Подхожу к сцене. А там яма. И главное, никто ж не написал, что в зале ведутся работы. Я думала, я перепрыгну. Этот мужчина в черном с палочкой тоже так думал. Значит, в результате я пишу вам эти строки из травматологического отделения больницы номер 17 диагноз 28 проникающих ранений острым предметом предположительно дирижерской палочкой. Это еще что? Самое главное. Перевом букета в трех местах. Все, понимаете, все. Я требую. Я настойчиво требую. Во-первых, закопайте эту дурацкую яму в театре. Ну нельзя, понимаете? Ну нельзя. Во-вторых, самое главное. Дайте Баскову нормально ходить по-большому. Дайте ходить по-большому, а то он пойдет по-малому. Театров в Москве много. А Басков один. Все. Коля! Добрый вечер, Россия! Я сегодня понял одно. Николай у Баскова есть, мой зритель есть. Вот он. Помнишь, ты мне сказала, Словно фея в лунной дали, Что бы я забыл кабалье, Отстал от своей повали. Накаркал ты мне воробей, Я по кабалье не плачу, Зачем мне теперь мансерат, Когда я с тобой мансерачу. Я буду руки твои целовать, Потом на щечки твои перейду, Потом подбородок буду лапзать, А под подбородком к шее прильну, Спущусь я на грудь, Если только найду, Потом на пупок, Что мне очень мил, Потом колени твои обниму. Послушай, Коля, Ты пропустил! Пусть шутки звучат эпатажные, Пусть звёзды ворчат трёхэтажными, Хохочут тайга и экватор, Ведь Ленка у нас имитатор, Всё так же поёт наша Ленка, То с баском, то с дроботетка. Мой друг! Леночка, я тебя покинул ненадолго, Я на сбор урожая. Возвращайся! Боже мой, спасибо! Боже мой, не ожидал! Спасибо! Вот она, народная любовь! Спасибо! Так, я покупал пять букетов, Где ещё? Спасибо! Спасибо! Возвращайся! Спасибо, друзья мои! Леночка! Кто бы мог подумать, Столько цветов, Дорогих цветов! И всё для тебя! Всё в этот вечер! Наша богиня, Наша королева! Так всё дорого сейчас! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, учитывая, что, как бы, ружьё должно, если оно висит, выстрелить, Хотя, когда висит всегда плохо, но Ленка, она просила, говорит, Вов, пока я переоденусь, говорит, расскажи чего-нибудь! Я говорю, ладно! Ну, по просьбе зрителей, я расскажу, когда она говорит, ты об этом не заикайся, а я заикну. У меня соседка, простите, не могу, подговорила всех соседей в доме, чтобы они все сообщали, меня из нас всех избрали старшим по дому. Я из-за неё заикаться стал, я раньше не заикался, не, ну, я, они все проголосовали единогласно, и теперь каждый из них меня просто замучил, если грубо сказать, затравил. Не, ну, я сегодня выгляжу хуже, хуже, чем вчера. А почему? Вчера это совсем... Она просто послала меня в подъезд, она говорит, там кто-то в лифте на саре. Я заглянул в лифт точно на полу, огромная лужа, и сверху плавает кусок газеты. И лужа желтого цвета, но явно масло, пацаны. И я вспомнил, что вчера один мужик из шестой квартиры нес бидончик с маслом, ну, а он натуральный разъевшийся боров, а жена ещё таз, сумасшедший. Я позвонил им, да, 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 дверь, открывает дверь эта старая бабулька. Я ей говорю, я говорю, а где ваш этот мужик, взял? Она говорит, он сейчас занят, он там в спальне на кровати свою жену едой угощает, она заболела. Я думаю, я там в лифте за ними, а он здесь на кровати свою жену, я думаю, сейчас зайду, я оторву его от удовольствия. А потом думаю, зачем мне инфаркт? И я этой старой бабульке говорю, передайте своему ею. Ну, вы его знаете, говорю, передайте, что я помню, что вчера он послал меня на худую крышу полететь. Я помню, я пришлю мастеров, золотая, и, знаете, вышел на улицу и думаю, как же народ-то охамел. Вот есть же категория людей, с которыми лучше не связь, потому что обязательно найдёшь приключения на свою жизнь. А вы что подумали? Говорит, хотите заработать? Я говорю, хочу. Он говорит, мы вас используем как рекламу Герболайфа. Я говорю, чего-чего? Он говорит, Герболайфа. Будете говорить, что принимали Герболайф и стали таким стройным? Я говорю, а разве я принимал? Он говорит, ну какая вам разница? Скажете, что принимали, и за 10 минут получите 100 баксов. Я говорю, вообще-то у меня 8-часовой рабочий день. Он ничего не ответил. Только хрюкнул. Приехали мы на телевидение, ведущий говорит, у нас прямая трансляция, вы не нервничайте. Я говорю, я и не нервничаю, я Герболайф принимал. Он говорит, про Герболайф скажете, когда камеру включат. Внимание, включили. Я говорю, ой, я жену не предупредил, что задержусь. Ведущий говорит, она вас сейчас, возможно, видит. Я говорю, она даже когда видит, не верит. Вчера была у Петки, она говорит, я звонил, никто трубку не снимал. Я говорю, какую трубку, если Петка шапку снять не мог? Мне и заснул. Ведущий говорит, итак, вы принимали Герболайф. Я говорю, ну. И сколько в день, спрашивает ведущий. А тот-то мне не сказал, сколько. Издалека мне показывает два пальца. Я говорю, два стакана. Тот за голову схватился. Я говорю, то есть две бутылки. Но под хорошую закуску. Ведущий говорит, вы, наверное, не поняли вопроса. Какую дозу вы принимали? Я смотрю, тот вдалеке показывает мне пальцами два нолика. Я говорю, сто грамм. Перез завтраком, обедом и ужином для аппетита. Ведущий говорит, аппетит пропадает? Я говорю, да, есть, плотно закусишь. Но как Герболайф охвачь, он опять возвращается. Смотрю, тот, который меня привел, со столу сполз. Ведущий говорит, только он вам помог или нет? Я говорю, кто? Он говорит, Герболайф. Слушайте, я понял, что это, видимо, фамилия. Я говорю, помог, он вообще мужик хороший. Часто помогает. Ведущий говорит, как это? Я говорю, ну, взаймы иногда дает. Однажды я ему помог. Приходит он ко мне. Я вас про Герболайф спрашиваю, говорит, ведущий. Я говорю, я про него и говорю. Приходит он, Герболайф, говорит, ко мне. Говорит, Витек, тебя выпить не будет? Ведущий говорит, вы что, с ума сошли? Я говорю, вот я ему и говорю. Ты что, с ума сошел? Если бы у меня было, раз я бы тут был. Ну, тот, который меня привел, смотрю, у меня же стульев по-по-остонски выбирается. А похудели-то вы как, кричит ведущий. Я говорю, ну, что ты привязался? Поживи, как я и ты похудею. Так что вы могли бы посоветовать нашим телезрителям, желающим похудеть, говорит ведущий? Я говорю, тем, кто хочет похудеть, советую деньги отдать мне. Потому что у меня есть мечта. Когда-нибудь воля наестся и напиться. И Лёша говорит, на этом наша передача кончается. А я подумал и сказал, приятного всем аппетита. Я вам буду показывать пародии, пародии на наших популярных юмористов. Первым в моем исполнении, в моем исполнении пародийном, перед вами предстанет всеобщий любимец, народный артист России, Владимир Винокур. Аплодийный артист России, Владимир Винокур. И песнями заняться. Думаю, возьму какую-нибудь старенькую песенку. Там вообще нет пошлости. Например, вот эту. Здесь живут мои друзья. И дыхание затая. Я в ночные окна вглядываюсь я. Нет, блин, скажут маньяк. А вот тоже старенькая песня, тоже хорошая. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек? Вон она знает. Флин, песню не так легко подобрать, чтобы беспорядка. А, вот эта хорошая. Газманов поет. Смотри, вот так. Я сегодня не такой, как вчера. Нет, не годится я вчера был вообще никакой. А вот. О, хорошая песня. Малинин поет. Вообще никакой пошлости, потому что стихи Есенина. Помнишь это? Мне осталась одна забава. Пальцы в рот. Ни хрена себе забава у него. Блин, ты же песню не подберешь. Смотри, можешь вот эти взять. Девчонки, татушки. Вообще невинные девчонки почти что. Выдал поет. Я сошла с ума, мне нужна она. Я ей говорю, ну нафига она тебе нужна? Смотри, блин. Группу назвали. Та-ту. Слушай, а если два мужика, как будет называться? Тот-того. Не, ну их нафиг эти песни. Лучше я и дальше буду пародиями заниматься. Следующий артист, которого я буду для вас пародировать, Роман Карцев. У меня была машина АК. Очень маленькая. Очень маленькая была у меня АК. А у Шванецкого Мерседес, ну большой. Очень большой Мерседес у Шванецкого был. Очень большой, больше даже, чем моя АК. Очень маленькая. Я бывало сижу в своей АК. Жванецкий на Мерседесе подъезжает. Окошко бесшумно открывает. Говорит мне, Рома. Он меня Рома называет. Говорит, Рома, открой окно. А у меня ручка маленькая. Окошко маленькое. Я открываю. Говорю, что тебе, Миша? Он говорит, Рома, ну как АК? Я говорю, Миша, ну что ты издеваешься? У меня ручка маленькая. Окошко маленькое. Как АК? Как АК? АК? Как АК? Очень маленькая. Когда у меня ее угнали? Я очень обрадовался. Я так обрадовался. Я даже так не радовался, когда у Жванецкого Мерседес угнали. Сейчас оба ездим на метро. Удобно. Очень. Очень. Ну и писатель-сатирик Михаил Задорнов. Я всегда говорил, что Задорнов лучший сатирик всех времен и народа. Тихо. Я сейчас так пошучу. Вас вынесут отсюда все. Наберите воздуху. И не выпускайте из себя воздух. Я много путешествую, бываю в разных странах. Ах, какие они там за границей все тупые. Вот англичане жутко тупые. Я в Англии две недели жил. Две недели с ними по-английски разговаривал, хоть бы кто понял. О, тупые. В Америке еще тупее. Так, сядьте поудобнее, чтобы головой от смеха не убиться, а переднее кресло. Тихо. В Америке с Ширвиндом едем в лифте. Входит американка, вся из себя такая гордая на нас. Восстановили внимание. Как будто я ни разу нас по телевизору не видела. Сама ни рожи, ни кожи. Я Ширвинду говорю, какие эти американки страшные, посмотри на эту чисто мартышка. Вдруг она говорит, сам ты мартышка, козел. Это еще не все. Я спрашиваю, я не понял, козел или мартышка. Она говорит, он козел, а ты мартышка. Ну, тупые. А самые тупые в Монголии. Так, живые есть? Есть или нет? Прощайтесь с жизнью. Вас сейчас вынесут отсюда. Самые тупые в Монголии. Один монгол сидит на лошади. Я спрашиваю, это конь или кобыла? Тихо. Рано. Я спрашиваю, это конь или кобыла? Он говорит, зайди сзади, там написано. Тихо вы, рано смеетесь. Что за зал сегодня, Ветров? Не даете слова сказать. Я пошел читать. Тихо, тихо, рано. Я пошел читать. Эта скотина, как легнет меня копытом. Я с копыт лежу и думаю, зачем пошел? Все равно по-монгольски читать не умею. За тихо вы, но! Как здесь оказался? Стреляли. Давайте с вами представим, что я, я, телевизор. Ну, я, телевизор. Правда, он у меня такой немножечко с причудами, он часто ломается, но мы попробуем. Студия продакшн-фильм представляет агент 127 на 220. Глава Хролляк. Уилди Филдинг, Молли Стэнлинг, Уэнди Фолдинг, Милди Филдинг, Нода Мордюкова и другие. Кстати, Кентукки, загородная вилла полковника Бигфорда. Уэнди Филдинг, 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 Идиот. Опаздываю. Заборчик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok «Мяу!» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу воспользоваться прорехой Заполнить нишу, так сказать Сейчас я вам покажу специально, как я туда готовлюсь Можем всем маэстром тебе Денег не было и не будет После работы надышу хлеб пить Субтитры сделал DimaTorzok Зоцальные нелед трещит, До них комар пищит, Это да-да-да-да-ды, Судака-да-чет. А у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Комушка, голубушка, Ах, юшечка, да с петрушечкой Скоро закончу поцелуи ты меня, кумадушке Ну, поцелуй, ну, поцелуй, кумадушечка Спасибо большое Правда, вы знаете, Коля Басков говорит, что у нас в опере принято петь без микрофона Кремлевский дворец, я вам хочу сказать, абсолютно не приспособлен для пения без микрофона Но я сейчас попробую смертельный номер Может быть здесь, здесь вот тоже есть балет Сейчас попробую Устал я греться у чужого огня Но где же сердце, что полюбит меня Живу без ласки, боль свою задай я Всегда быть в маске Судьба моя Я хочу теперь сказать несколько слов, ну, про оперу я сказал, про нашу эстраду Сегодня многие уже артисты выступили Надежда Кадышева уже выступила Сегодня она, правда, видимо, увидела меня за кулисами И не делала так рукой на сцене Обычно у нее... Вообще у каждого характерная есть черта Знаете, у каждого характерная есть черта Надежда Бабкина, например, да Она на месте в основном Теперь еще на пару с Хакелем, со своим с этим гором Они на месте За нами с Пугачевой повторили Вот это дают, конечно Но мы-то с Аллой в шутку, они всерьез во все тяжкие Вы помните? На сосуде от ну и пусть Я вообще сначала думал, что на сосуде это глагол Ну, типа, знаете О, как на сосуде ли, а мы уберем На сосуде Ой, у нас милая очень эстрада Лайма Вайкулит Я обожаю Лайму Вайкулит, да Ее движение на сцене В электрическом свете Ты гладил колени Это все мне напомнит Латинский квартал Это было давно Станут тени по струнке В королевстве кривых Бесконечных зеркал Я забуду лицо Утонувшего юнги Ну, конечно, что там помнить-то Утонулы, слава богу Нет, у каждого артиста свой стиль Неповторимый Наташа Королева, например Она так поет, как будто Все время чему-то удивляется Как будто я только вчера Николай в Москву привез Маленькая страна Маленькая страна Кто мне расскажет Кто покажет Где она, где она Тарзан покажет А где Обожаю наше сад Нас осудят Ну и пусть Потрясающе, конечно Ну, что, кто у нас там еще Ну, Сосо Павляшвили Вот если Наташа Она поет, как будто Чему-то удивляется Сосо Павляшвили Как будто все время что-то просит Знаете Соромет что-то Он просит у кого-то Соромет Моя жизнь, как апкан Понятно, что Моя жизнь, как рулетка Товызет Причем вот любую песню Вот назовите мне любую песню Я спою, как Сосо Павляшвили Любую Подмосковные вечера Вот, пожалуйста Не слышны в саду Даже шорох И все здесь замерло До утра Но-но-но-но-но-но-но Если б знали вы Ой-ой-ой-ой Как мне дороги На сквечи Вы мне все дороги Купите мой диск Не, ну действительно Некоторых, например Певцов или певиц Можно изображать Если просто стучать себе По грудной клетке Вот Юрка Гальцев Сейчас стучал Знаете Американскую певицу Шер так можно изобразить Слушайте, я обожаю этот зал Кремль Здесь выступала Уитни Хьюстон Я ходил на Уитни Хьюстон Это было незабываемо Она была простужена Не в голосе Такое исполнение I will always love you Я еще никогда не слышал Просто сегодня Лена мне напомнила Когда спела Потому что Это было так Сзади у нее стоял чайник В руке платок Это было такая If I should stay Your way Ну вот что-то такое Действительно Потрясающая манера Ну Маша Распутина Вне конкуренции Я обожаю Машу Это потрясающе Причем мне кажется Что Маше достаточно Вздыхать под музыку Не обязательно слова Просто вздыхать У нее характерный вздох Как у Евдокимова Ага Тоже характерно Узнаваемо Ага Им надо вместе выступать Ааа Ага Ага Еще Черномырзина Между ними поставить Ааа Ага 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 Рэп Нет, у нас потрясающая эстрада Я обожаю И конечно Все двигаются на сцене По-разному Все ярко себя выражают Но Есть Просто Корифеи Этого дела Корифеи Этого жанра Например Людмила Марковна Гурченко Как она двигается Когда мы были молодые Когда мы были молодые Чушь прекрасную не зли Фонтаны пили голубые И розы красные росли Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться Перед зеркалом седым независимо держаться Хорошо всего хотеть брать свое И не украдкой гордой кривой железнень Гордой славица повадкой Но и это начинать, порываясь тем И с этим вечно повод подавать Раздувалом жарких сплеток Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную не зли Па-па-па-па-па-па-па-па-пам Ой-е! Спасибо вам большое И я еще хочу вот что сказать В сегодняшнем концерте в гостях у Юры и Лены Много замечательных артистов Сейчас вообще много концертов Самые разные юбилеи Лолита вот недавно отметила мне 41 Кто даст? Написала на афишах Я был в Челябинске Там народ простой Все все написали Кто что даст Но у меня такая фантазия Вот здорово было бы Если бы в этих концертах Многочисленных Которые показывают по телевидению Вдруг появились Понятно, что это невозможно Те артисты, которые составили Славу и гордость Ушедшего 20 века Чьи песни навсегда вошли в наши сердца Чьи голоса всегда звучат с нами И это сейчас такая легкая, лирическая Будет зарисовка Ну, без всяких особых претензий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Дальше докладывай Товарищ генерал, значит, ваше задание выполнил Закончил Закончил ремонт вашей дачи Субтитры создавал DimaTorzok Да, тебя нет, ты, ебeen Какая дача, ты Так куда вы меня посылали-то, товарищ генерал Куда? А куда вы меня последние два года посылаете? Икс, Игрэ... На...на дачу Куда? Да на дачу закончу-то! Тихо... Говори шифром. Понял? Типа Ю家 , что ли? Юста , Алексу Короче, Джакози на вашей даче袋 я не понял пора использовать язык 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 ты знаешь язык язык генерал там языка нет это же иносказательно понимаешь иносказательно ну не ну не дача блин дашь блин дашь не пьянка а учение не к телкам а к этим войскам вот там есть ребята наши сидят несколько димбизон подгонил товарищ генерал значит строительство вашего четырех этажного блиндажа по уже закончен так взялся за гараж какой горди бункер и так точно товарищ генерал бункер значит застеклил все окна кого больницы и зуб так точно поджирел все 64 бойницы застеклил а значит нормально паркет натер начесал мох начесал мох аж ноги разъезжаются товарищ генерал у кого у всех особенно блин у вашей жены я не знаю пацаны рассказывали тихо тихо может докладываю даже товарищ генерал значит подкачал их подкачал гусеницы но на вашем шестисотом мерси бронетранспортере а что ты самый главный ты не доложил блиндаж готов пьянки то есть стрельбам о торже генерал ну может когда хочешь ты фламинга и я не фламинга зима так на что с самым главным вопросом ну что там со снарядами что это же нет тут на родами ну значит ну царя снаряды должны быть как вы приказывали сухие сухие белые сухие красные полусухие белые полусухие красные крепленные ну да вот ахиза торже генерал вышел слизами я не понял значит снаряды какие берем 05 07 литруха литровая обязательно пойми снарядов много не бывает а главный вопрос главный откуда я знаю что у вас да не у меня ты ну что с художественной самодеятельность ну из опыла а с группой поддержки ничего не надо поддержку это единственное в армии что в общем то как говорится в полном порядке не надо поддерживать это боевой готовность время это единственное что в армии сейчас полный боевого а поддержки правильно дали группы не с вами из оптовой держит нормально там что там с поддержкой хорошие кадры набраны давай кого значит рядовая ванова уволю да и и все хвалят так дальше может рядовая капуста вдавая капуста ну так у него я молотка не и самое главное прапорщик перебей нос как вы прослели какой нос какой вы сами просили прошлый раз вам прапорщик перебей нос понравился больше всех понимаете вы сами сказали что с пропорщиком перебей нос вы хоть в беседку хоть в разведку понимаете я спрапорщик я спрапорщик да мне общего спрапорщик да вы сами говорили товарищ генерал что екатерина семеновна перебей нос вам понравилось понимаете что ж ты меня пугаешь то а что ж ты дятел ты обошел подумал я подумал муж ее этот перед он бы нам перебил пушку моментально качка то да ну а вот эти брать чё ну вот эти маленькие ноги а что это аккуратненько я просто подумал подруги то боевые не подцепить бы шальную полю может взять в медсанчасти бронежилеты да да обязательно молодец личная просьба буду старик личная просьба скажу если моя жена позвонить начальник контрразведки партнер генерал правильно начальник контрразведки скажи ей что я в нато уехал слушаю старый генерал скажу что вы значит в нато вот и в ней и заночуете правильно я тебе клюх то обломаю ты понял что доложить я в нато вы в нато есть старый генерал все выполню в лучшем виде торжевел всем же другое дело когда такие понимаешь ли соловьи у нас есть в руби в руби вот если в армии такие в руби есть то страна может спать во время спокойно спасибо 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 вам большое за эти в общем-то халявные аплодисменты ну приятно конечно выше это еще один вот я думаю ли он не обидится на нас за что сегодня объектом шуток в наших породиях мы избрали именно его потому что очень хотят высказаться что о вас думают ваши коллеги встречайте здравствуйте дорогие друзья по каком мы говорим а мы знаем я должен сказать что когда мне порекомендовали почитать измайлова то я сказал что почитаю почитал вот и буду почитать как самого серьезного писателя нашего жанра ну вообще ты должен сказать что ли он такой думающий писатель на думающий что он писатель ну и правильно собственно думающий вот есть такие писатели знаете которым пишут а как быть мне ли он мне не пишут не звонят вообще что ни слова не ду да ну честно говоря что касается меня то я на выступлениях леона измайлова всегда сплю да собственно и на своих выступлениях тоже но знаете однажды веду прямой эфир вы помните программу старый телевизор да софиты камеры да и мне снится такая потрясающая вещь вот будто бы у меня в гостях известная фотомодель умница красавица синди кроуфорд и мы так с ней мило разговорились вот уже практически договорились открываю глаза армен джигарханя вот такой амблон собственно да ли он я позволю себе эпиграммочку твой адрес 2 я еще сочиняю с леона мы так не похожи я лев сатиры они он но пусть тебя то обнадежит что по-французски лев леон спасибо я подожду благодарю теперь начнем так что у меня тут есть это я же читал или не читал ладно перелеснем это все равно не поймете даже я не понял а вот это пожалуй подойдет но что могу сказать об измайла я его произведение не читал поэтому ничего плохого сказать не могу а сюда пришел только потому что от юмора тоже где-то отдыхать нужно я подожду спасибо я смеха ждал сейчас я их ему стала читать потому что стали писать даже мэр лужков написал книгу и теперь мы с ним говорят очень похоже я михалыч ион михалыч я писатель и он писатель я лысый и он в кепке он мэр и меня тоже не все любят позвольте дать совет ребята если тянет молчать надо вымолчиться если тянет сказать надо высказаться а если тянет писать но и самого последнего и самого последнего это просто гениально благодарю за внимание чё дома не сидится не знаю у кого-то бенефис а ты пошли тут работа здорово не надо много хлопать а то измайла вы обидите с ума схожу жить страшно стало это написал союз писателей россии письмо уважаемые комвегии почему сейчас что не произведение то мат или порнография как вам не стыдно вы же все-таки совесть нации инженер и душ и представляете ответ не приходит и там написано вот читаем как есть уважаемый гэка хрюшкин ваше письмо получили рассмотрели на общем собрании и сообщаем что если ты падва еще раз вякнишь мы тебе уши отрежем и ввод вставим козел бородатый морж хвиновый сакимик домбаный и и главная подпись совесть нации страшно жить старая ну чтоб тебе было страшнее я тебе даю самое дорогое что у меня есть ли он пойми а 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 Здравствуйте Узнали меня, да? Ну и кто я? Хазанов? Нет Я сын Я сын Какого лейтенанта Шмидта? Я сын Леона Измайлова Студент кулинарного техникума Папочка, здравствуй Ты знаешь, папочка, я тебе приготовил подарок У нас в гостях, у тебя в гостях Голливудская звезда Народный артист Америки Арнольд Шварцевич Негер Прошу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дамы и господа Я мистер Бин Я с огромным удовольствием Приехал к моему другу В Москву Леон Биг Макулатурен Леон Леон – это очень большой писатель-сатирик Леон ИЗМАЙ ЛАВ Леон – это моя любовь Леон ИЗМАЙ ЛАВ Леон ИЗМАЙ ЛАВ, да Ни фига себе Я помню песню, посвященную Леону ИЗМАЙ ЛАВу ИЗМАЙ ЛАВ ИЗМАЙ ЛАВ ИЗМАЙ ЛАВ ИЗМАЙ ЛАВ Все, 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 молчу Не будем тянуть резину Леон ИЗМАЙ ЛАВ Я пригласил Леона на работу в Голливуд На съемке блокбастера Студент кулинарного техникума 2 Главную роль буду играть я Я Он Леон, мой друг Если тебя кто-то обидит Ну, ты, пожалуйста, не обижайся, ладно? До свидания, рады были встретиться, мы еще вернемся! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Маленький, Парваренко. Спасибо. От задолжения. Они устали ещё люди от задолжения. Давай показывай, ты более опытный в этих делах. Ну я коротенько. Я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что только в России воспринимают шутки Измайлова. Это я вам точно говорю. Вот почувствуйте, испытайте просто то, что я сейчас скажу. Это просто... Вы знаете, я возил шутки Измайлова, я показывал везде. Африканским неграм, гриландским эскимосам и даже тибетской Далай-Ламе. Нигде в мире ни один человек не засмеялся. Только Чукча один лыбнулся, и то оказалось, это турист из Японии. Ну ладно, я надеюсь, я внушил вам чувство гордости за Лёна. Не ешьте много на ночь и выдыхайте уже. Что ж вы так... Братья Пономаренко! Я так понял, у ребят сегодня серебряная дружба? Я думаю, если бы они были в Камеди Клабе, их дверь назывался бы «Сёстры Гальцевы». Да. Да, скорее всего. В общем, счастья вам, здоровья, творческих успехов и юмористического мира на нашей земле. Правильно? А сейчас, дамы и господа, встречайте, волшебник, фокусник, маг, целитель, чародей, ясновидящий, профессор белый, магистр коричневой магии, великий Геннадий! АПЛОДИСМЕНТЫ Вас родила женщина. Вы учились в школе. Здесь у кого-то есть дети. Вы хороший человек, а вы нехороший, подеритесь. Скажите, Ива, Ива. Скажите, Ива. В попе слива. Спасибо. Потрясающе. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok